Добрый день, уважаемые председатели, добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Разрешите представить вашему вниманию результаты нашей работы, которая посвящена исследованию эффективности интегрированной химиотерапии с ингибитором тирозинкиназа рецептора GFR у пациентов с немелкоклеточным раком легкого и активирующим мутацией гена GFR. Данное исследование было проведено при поддержке Минздрава Российской Федерации в рамках протокола клинического исследования. Ну, соответственно, отсутствуют какие-либо конфликты интересов. В настоящий момент времени проблема лекарственной стратегии при лечении распространенного рака легкого по-прежнему стоит остро, поскольку рак легкого по-прежнему занимает лидирующие позиции среди злокачественных на образовании, выявляемых в России. Кроме того, с показателем диагностики на 4 стадии, по данным на 2022 год, 42%. С летальностью порядка 45% на первом году с момента установления диагноза. На долю немелкоклеточного рака легкого приходится порядка 85% всех случаев рака легкого. Соматическая мутация в гене GFR, согласно данным различных авторов, европейской популяции колеблется около 15%. Эта цифра у азиатской популяции может достигать 60%. И несмотря на то, что для этой когорты пациентов у нас есть опция лечения в виде ингибиторов тирозинкинас 1-2-3 поколений, если мы говорим о терапии ингибиторов тирозинкинас 1-2 поколения, то, к сожалению, у подавляющего большинства пациентов, получающих эту терапию, в течение первого года с начала терапии развивается лекарственная резистентность. Соответственно, целью нашего исследования была попытка преодолеть эту возникающую лекарственную резистентность, улучшить результаты лечения у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого и активирующим мутацией в гене GFR за счет включения в первую линию таргетной терапии двухкомпонентной химиотерапии по схеме поклитоксилкорбоплотин. Исходя из поставленной цели, нами были сформулированы следующие задачи. Помимо оценки эффективности и безопасности используемого режима, одним из пунктов этих задач мы перед собой поставили оценить частоту интракраниального прогрессирования у пациентов, которые получают интегрированную химиотерапию, поскольку, по данным китайских авторов, существует мнение, что включение химиотерапии в схему таргетной терапии может снижать частоту интракраниального прогрессирования. На основании дизайна нашего исследования пациенты, которые начинали терапию с гефитениба в течение 56 дней, затем, после проведения контрольного обследования и двухнедельного перерыва, этим пациентам проводилось три курса химиотерапии поклитоксилкорбоплотин, также с последующим контрольным обследованием, и после трехнедельного перерыва эти пациенты продолжали таргетную терапию до непереносимой токсичности либо до прогрессирования заболевания. Исследование было нерандомизированным, проводилось оно на базе двух онкологических центров, это онкологический центр имени Николая Николаевича Блохина и онкологический центр Ростова-на-Дону. На данном слайде представлена клиническая характеристика пациентов, хочется отметить, что из 57 пациентов, которые были включены в это исследование, 54 человека завершили химиотерапевтический этап, поскольку у трех пациентов по первому контрольному обследованию было выявлено прогрессирование заболевания. Таким образом, первичная резистентность опухоли к ингибиторам тирозинкинас наблюдалась у 5,3% пациентов. В качестве контрольной группы нами были выбраны 48 человек, которым проводилась монотерапия ингибиторами тирозинкинас первого поколения. При сравнении результатов в группе интегрированной химиотерапии частота объективных ответов составила 57,4%, в группе монотерапии этот показатель достигал 60%. Однако необходимо отметить, что в контрольной группе не было нами зафиксировано ни одного полного ответа, в то время как в группе интегрированной химиотерапии три человека имели полный ответ. В качестве первичной конечной точки нами было выбрано показатель однолетней выживаемости без прогрессирования. В группе интегрированной химиотерапии этот показатель составил 79,6%, в группе монотерапии ингибиторами тирозинкинас 62,5%. Также мы оценили показатель медиана выживаемости без прогрессирования. В исследуемой группе этот показатель составил 20 месяцев, в контрольной группе этот показатель составил 14,8 месяцев. Также мы оценили и показатель медиана общей выживаемости в исследуемой группе. Он составил 40,6 месяцев. Учитывая тот факт, что наличие мутации в 21-м экзоне является прогностически неблагоприятным фактором в виде эффективности лечения у данной когорты пациентов, мы провели подгрупповой анализ и сравнили эффективность интегрированного режима химиотерапии у пациентов с мутацией в 19-м экзоне и с мутацией в 21-м экзоне. У пациентов с делецей в 19-м экзоне этот показатель медиана выживаемости без прогрессирования составил 20,6 месяцев, а в 21-м экзоне 17,9 месяцев. Статистически эти различия были недостоверны. Однако если сравнивать этот же показатель в 21-м экзоне у пациентов на монотерапии ингибитором тирозинкиназ, который составил 12,6 месяцев, можно сделать вывод, что режим интегрированной химиотерапии может быть эффективен и у этой прогностически неблагоприятной когорты пациентов. По частоте нежелательных явлений, безусловно, частота нежелательных явлений в группе интегрированной химиотерапии была выше. Однако здесь мы видим появление токсичности, которая характерна для цитостатической терапии в виде диареи, артерологии, гематологической токсичности, нейротоксичности. Однако необходимо отметить, что нежелательные явления были управляемыми. Кроме того, не было случаев, когда нежелательные явления побудили бы нас прекратить терапию. У четырех пациентов в связи с нежелательным явлением третьей-четвертой степени количество курсов с трех было редуцировано до двух. Проведя анализ, согласно задаче, которую мы перед собой ставили, оценить частоту интракраниального прогрессирования, к сожалению, нам не было отмечено уменьшение частоты интракраниального прогрессирования в группе интегрированной химиотерапии. Более того, у этой когорты пациентов, у исследуемой группы он составил 26,1%, у группе монотерапии 22,2%. Возможно, эти данные связаны с малым объемом выборки. Возможно, можно сделать вывод о том, что интегрированная химиотерапия не профилактирует интракраниальное прогрессирование. Вопрос считаем в настоящий момент времени открытым. Известно, что механизм приобретенной резистентности опухоли к ингибиторам тирозинкина с первого-второго поколения в 60% случаев реализуется посредством возникновения вторичной мутации в 20-м экзоне гена ЭДЖФР Т790М. Так вот, в группе интегрированной терапии среди 34 пациентов, у которых мы определяли мутационный статус, данная мутация была выявлена у 16 человек, что составило 47%. Таким образом, режим интегрированной химиотерапии не лишает возможности пациентов в качестве опции лечения получить ингибитор тирозинкиназа третьего поколения асимертениб. Мы провели анализ исследований, который был посвящен комбинированному использованию как таргетной терапии, так и химиотерапии. Пришли выводы, что наши результаты не уступают данным мировым исследованиям. Еще раз подчеркну, что медианы выживаемости без прогрессирования в группе интегрированной химиотерапии составило 20 месяцев против 14,8 в контрольной группе. Частота объективных ответов составила 57,4%, а медиан общей выживаемости без прогрессирования – 40,6 месяцев. Выводы представлены на экране, позвольте их не зачитывать. Хотелось бы, резюмируя все вышесказанное, сказать, что несмотря на бурное развитие и использование в нашей повседневной рутинной практике достижения молекулярной генетики, химиотерапевтический подход по-прежнему остается актуальным при терапии и GFR-мутированных пациентов и может быть использован в качестве преодоления механизма резистентности опухоли к ингибиторам тирозинкина с первого-второго поколения. Спасибо за внимание. Игорь Саванович, прокомментируйте. Спасибо большое. Когда я спрашивал организаторов, не будет ли это слишком предвзятым, да, рецензировать самого себя, мне сказали, что нет, конечно. Я буду, безусловно, объективен, но надежда очень прекрасная. Поэтому для начала хочется настрелиться на недостатках. Учитывая, что исследование было поисковым, то и небольшое число пациентов мы включили в это исследование. Плюс есть в связи с отсутствием рандомизации небольшой перекос в числе пациентов с метастатическим поражением головного мозга, мозгов это в группе контроля, и несколько больше число пациентов с ЭКОК-1 в группе основной. Но положительных моментов, безусловно, больше гораздо, на мой взгляд. И, во-первых, здесь сама перспективность идеи комбинированного использования химии и таргетной терапии при наличии мутации в гении GFR. На самом деле эта идея, она постоянно вообще людям свойственна комбинировать имеющиеся какие-то инструменты в попытке получить какой-то универсальный, такой более лучший продукт. Например, представление, если говорить о комбинации иммунохимии и таргетной терапии, оно в настоящий момент реализовано в предварительных данных в исследовании флаура, которое в этом году, безусловно, порадовало своими результатами. Безусловно, использование асиммертиниба было бы интереснее и в данном конкретном исследовании, но авторы в 2016 году не имели таких возможностей, в том числе экономических, клиническая апробация, с помощью которой было проведено финансирование данного исследования, но оно предполагало какие-то ограничения экономического свойства. Очень интересная, конечно, информация о наличии мутации Т790ТМ примерно в таком же количестве, что и в группе просто таргетной терапии, потому что изначально теоретически мы ожидали, и авторы, в целом все авторы ожидали, что количество пациентов с мутацией Т790ТМ будет, возможно, меньше за счет использования химиотерапии, но ожидания эти не оправдались, и мы видим, что сам по себе факт использования ингибиторов первого поколения, он дает одинаковое число вторичной мутации резистентности, независимо от добавления химиотерапии. В целом, на мой взгляд, поисковый характер исследования выглядит завершившимся успехом, и данный подход реализуется в других, проспективных, рандомизированных исследованиях. Я думаю, что новые комбинированные режимы мы увидим в клинических рекомендациях в ближайшее время. Спасибо большое.